80% содержимого мусорного ведра можно пустить в переработку. Об этом с уверенностью заявляют эксперты в области раздельного сбора мусора. Если опыт передовых стран в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, таких как, например, Германия или Япония, показывает, что достижение этой цифры не является утопией, то в России культура сортировки, утилизации и вторичного использования ТКО пока находится в зачаточном состоянии. Впрочем, понемногу, но ситуация, кажется, начинает меняться. Прямо сейчас смотрите очередной материал нашего телеканала, посвященный проблеме раздельного сбора отходов. Обычный двор в Заволжском районе Твери на улице Благоева. Здесь, как и на большинстве других придомовых территориях города, установлено два вида контейнеров для сбора бытового мусора. Зеленый для смешанного и синий для пластика, стекла, алюминия и картона. Именно вот на этой, ничем не примечательной контейнерной площадке, начинается большой путь вторсырья до его дальнейшей переработки. За такими ТКО приезжают специальные синие грузовики компании «Тверь Спецавтохозяйства». В кузов отправляются бутылки из-под газировки, молока и подсолнечного масла, пластиковые канистры, стеклянные тары и другие отходы, которые можно использовать повторно. Региональный оператор постоянно проводит работу с жителями, разъяснительную работу, что куда необходимо класть. Это на самом деле очень важно, потому что очень много ошибок. И, к сожалению, пока люди не привыкли еще к культуре обращения с отходами. Это подтверждают и цифры. На сегодняшний день, рассказывают компании «Тверь Спецавтохозяйства», раздельным сбором отходов охвачено лишь 34% общей численности населения Верхневолжья. Количество площадок, где есть возможность поделить мусор на фракции, достигает 800. Все собранные из таких площадок твердые коммунальные отходы отправляются сюда, на полигон, расположенный на 21-м километре Бежицкого шоссе. На полигоне сортировка мусора осуществляется в несколько этапов. Сначала в соседержимое синего мусоровоза попадает на движущуюся ленту. Затем от вторсырья отделяется грязь и все то, что на дальнейшую переработку не пойдет. После чего прибывший на полигон мусор делится на фракции. Ключевой процесс сортировки бытовых отходов. Именно здесь вручную бумага отделяется от алюминия, пластик от картона. Производительность комплекса составляет 20 тонн в час. Если мусор смешанный, то где-то мы отбираем 15% с этого объема. Если мусор разделенный уже нашими жителями, то с этих машин мы берем 70-80% от всего объема. На сегодняшний день на полигоне отбирается порядка 15-20 фракций, которые потом используются повторно. К примеру, ГОВКартон забирает Каменская бумажно-картонная фабрика в Кувшиново. Книги и прессованный картон отправляются в Санкт-Петербург и Новгородскую область. Металл перерабатывается на Череповецком металлургическом комбинате. Стекло в Подмосковье. А пластик, спрессованный вот в такие брикеты, каждый по 250-350 килограммов, забирает в себе Тверской завод вторичных полимеров. Это одно из крупнейших предприятий нашей страны, на котором ежедневно перерабатывается около 1700 тонн пластмассы. Ежемесячно завод дает новую жизнь более чем 60 миллионам PET-бутылок. Ездили все в автомобилях. Все, что пластик серый на панели, дверные, все вот это пластик наш, в том числе эта бутылка. Это самораспространенное. Также делают геотекстиль, делают синтепон, делают специальные покрытия для крыш. То есть большой номенклатурный ряд продукции. И этот ряд может быть расширен еще больше, если каждый из нас будет ответственно подходить к раздельному сбору твердых коммунальных отходов, а также к их минимизации. Помните важное правило. Пищевые отходы нужно отправлять в зеленые контейнеры, пластик и все то, что может пойти на переработку, в синие. Также возможно улучшить ситуацию с раздельным сбором ТКО и расширение географии программы по сортировке мусора. На сегодняшний день эта работа ведется лишь в Твери и Калининском районе. Муниципалитеты в ней участия не принимают. В итоге лишь треть жителей региона имеют возможность разделять свой мусор, что, разумеется, по меркам одного из крупнейших регионов ЦФО крайне мало.